Вот вы сели, добрый вечер. Можно я тоже посижу, потому что это тот самый редкий случай, когда я вот сейчас скажу вам начальные слова какие-то и потом пойду нормально. Ну, правда, не в зал до сих пор, честно говоря, почти ни одного концерта в зал не видел за 20 лет своей работы. Значит, пойду на привычное место, вот туда, и буду слушать. Вот буквально 2 секунды, ну, 5 минут назад мы разговаривали с Сергеем Санчем по разным другим всяким поводам, и в результате он сказал, а с чего это вдруг здесь стали организовываться концерты? И, пожалуй, первый раз за эти 2 года я вдруг сообразил, для чего я это делаю? Для собственного кайфа. Потому что есть возможность пригласить и посмотреть самому, послушать ровно то, что хочется. Вот мне, в моей линии, моим друзьям, которые здесь уже, ну, вот почти что уже 300 человек, да? Вот. И вот, скорее всего, единственная побудительная причина, которая заставляет нас заниматься этой головной болью, и, думаю, будет продолжать заставлять заниматься и в привычке. Значит, мы немножко все как-то перепланировали в результате, потому что все будет по-другому. Вот. Но, тем не менее, вот все это останется, вот эти две формы в целом останутся. То есть, сольный концерт, авторский вечер и журнальный сборник. Ну, может быть, немножко как с другими сюжетами, немножко в других залах. Здесь же, может быть, мы используем малый фронт. Вообще, хочу из вас сделать клуб. Вот. Я вас всех, я лично вас всех обзвоню, скорее всего, летом. И вот выясним ваши воззрения на этот самый клуб. Значит, те, кто еще не оставлял свои телефоны, подойдите, пожалуйста, вот к Жене после того, как закончится авторский вечер, и оставьте свои координаты, значит, я вам обязательно позвоню, и мы выясним с вами, как вы будете существовать дальше. Вот. Ну, а сейчас, собственно, и говорить нечего. Юльчир, Санчкин. АПЛОДИСМЕНТОР 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 У нарастающего возраста есть свои некоторые радости и преимущества, в частности, те, в частности, одно из них заключается в том, что то, что, скажем, лет 30 назад воспринималось бы как наглость или как вызывающий поступок, или как эпатаж, на возрасте смотрится как вполне поступок солидный, исполненный значение. Вот, если бы я 30 лет назад позволил себе так рассесться, как сейчас, это, конечно, выглядело хаосом, а сейчас великолепный человек, что он с устроен в этом сетях. Кроме того, можно назвать свое выступление как-нибудь так, высокопарно, например, «Мой театр», как я назвал сегодняшнее выступление. Раньше бы никогда в жизни не осмелился вот так вот, а сейчас могу. Мое историческое значение – моя жизнь и искусство. Мой творческий путь по всемирной культуре. По всемирной культуре. И, наконец, самое главное, что можно на возрасте себе позволить – это совершенно не готовиться к поступлению. Я, конечно, все-таки закончил педагогический институт и некоторое время отдал этому поприщу свои силы, внимание и отдал их с удовольствием. Но осталась во мне некоторая такая обязательность, некоторый долг. Обязательно, вот без споргалок я никогда не выходил ни в институте, ни в школе на уроки. Обязательно у меня должна быть бумажка, на которой что-то должно быть написано. Такую же бумажку приготовил я и сегодня. Но, как и раньше, я в них не заглядывал, так и сегодня. Если и буду заглядывать, то очень мало. Но, тем не менее, пусть будет рядом. Никакой идеи, в отличие от идеи сегодняшней программы, я так и не сочинил, честно говоря, хотя и удалось. Я только чувствовал одно – не хочется повторяться. Я уже предчувствовал, что будет вот такое уютное сидение. И как-то не хотелось повторять все, что уже было раньше. Я имею в виду не песни, потому что песни придется все равно повторять, но их я почти не сочинил. А вот саму формулу программы, формулу встречи. Раньше у меня было главным образом две формулы. Первое – хромологическое. Я начал долго подробно рассказывать, как я родился, рос, как я лисовскую. Жил, работал, стал старовать и так далее. И, соответственно, каждый этап иллюстрировался песней, написанной во время этого этапа. А затем, и второй прием – это жанровый. То есть, я пел серию марши, серию романсов, серию частушек. Была даже, по-моему, серия молитв. Вот, и тоже не хочется. Поэтому я ничего не придумал, махнул рукой, пусть идет, как оно и идет. Единственное, что вот, раз уж назвал мой театр, значит, должно звучать что-то имеющее отношение к театру. И, как всегда, в таких случаях бывает, судьба сразу мне помогла, потому что встретивший меня Миша Столяк, только что перед вами выступавший, автор и инициатор сегодняшней нашей встречи, вручил мне свеженький номер журнала, который он выпускает. Он называется «Апартия». И название такое театральное. Вот этот, и в этом «Апартия» опубликована моя пьеса. Так, либрет, пьеса, либретта по мотивам, по сюжету «Хифтвандера». Она называется «Еврей Абдерова». И это сразу решило, чего мне петь с самого начала. Итак, начинается презентация последнего номера журнала «Апартия». А в нем, в моей пьесе «Еврей Абдерова», музыку которой почти всю уже написал композитор Ташкевич, с которым мы сотрудничаем, бог знает, сколько лет, и чем-то нет, находится вручье, да, отсюда. Сам он, я не знаю, здесь или нет, но дух его, безусловно, летает. Здесь впервые в жизни я прикоснулся, в работе над этой пьесой, над этим либретом, прикоснулся к великой, к ней и человечеству, к Библии. Не помню, чтобы я даже отрагивался до каких-то библейских сюжетов раньше. Хотя у меня была пьеса Ной и его сыновья, но все-таки там был Ной не библейский, а вполне современный генеральный секретарь Дневных Наций. А вот непосредственно библейских текстов не касался никогда, хотя, кажется, ай, соврал, соврал. Три раза переводил песню-песню, мы его, оказывается, касался, касался, но вот других не касался, а тут коснулся. Коснулся я знаменитого псалма номер 136. Псалом о Милонском премии. 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 Но на Митинге. Псалом о Милонском премии. Псалом о Милонском премии. Шевеллистический успех. Это называется «Старинная обрядовая еврейская песня». Возвращается к каждой субботе. Ой, 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 что такое на дворе? Это праздник на дворе. Ой, 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 кто такое там ко мне? Да, Янкин, это нет. У него усы такие, ой, 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 лучше пили найти. У него штаны такие, ой, 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 янкин, здравствуй, мальчик мой. Ой, 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 что такое на дворе? Это праздник на дворе. Ой, 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 кто такое там в окне? Это рифка там в окне. У нее глаза такие, ой, 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 лучше пили найти. У нее такие косы, ой, 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 янкин, мальчик мой, пройди. Ой, 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 янкин, 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 на крыльцо. Здравствуй, Рифка, говори. Ой, 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 Рифка лезет не за окна. Здравствуй, янкин, говори. Ой, 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 принимай важный вид. Хочешь быть моей женою, да, 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 очень, и говори. Хочешь быть моей женою, да, 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 очень, и говори. Ой, ой, ой. Сочетая сегодняшнюю программу, я все-таки среди некоторых нащупанных моих номер стержней, нащупал один, хоть такой безответственный. Я, когда подумал о линии жанра, вот если не романсы, если не марши, то что еще? Тогда что еще я мог бы объединить в одну серию? И вдруг мне вспомнилось, это было «Испередать белый попугай». Серия, которая, собственно, собой представляет такое шоу из анекдотов. Я подумал, а сколько же у меня есть песен с сюжетом? И стал их так потихонечку выписывать, и добровольство было много. И вот эти несколько, наверное, там, 10-11 сюжетных песен. Я подумал, вот на этом я их и построю за свое наступление. А с другой стороны, мой театр. Давайте сюжет потом еще дуэтов не помню. Ну, в общем, пусть пойдет, как пойдет. Ну, раз уж я вспомнил сюжетные песни, я спою, наверное, парочку или троечку историю, написанных в разное время. Самая первая история, которую я сочнил, была такая. В институте еще сочнил. Никакого видимого повода для появления этой песни на свете не было. Ну, может быть, события на Кубе. Ну, может, не знаю. Три храбрых кабарьера поехали в Мадрид. И каждый был турэр, и каждый знаменит. Один из них, Дон Петро, смеялся и шутил. И красную Малабу из красных ляги пели. И каждый песню напевал, да-ля-ля-ля-ля-ля. И каждый булок погонял, да-ля-ля-ля-ля. А ведь по квадрораме скакали третенька, Как вдруг на них напали огромных три быка. Два храбрых кабарьера пустились на улеток. А с бедным Дон Петро случился нервный. Теперь никто нервный, но, да-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Никого не погонял, но, да-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Очнулся наш Дон Петро, и вместо трёх быков Увидел над собою огромных трёх коров. У-у-у! С той пары Дон Петро покинул отчикров, И на подалахаре пасёт своих коров. Он эту песенку поёт, та-ля-ля-ля-ля-ля, Когда коров своих пасёт. Но, 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 и,ает, горы Southern, Das Andover, детили с самого, Диуссона, какие-то странные. Это не знают о Бонарии, Это не знают о поэawn. Павля и вот ещё одна история, Написанная в другое время. «История вооружения из морских». Она была написана под влиянием для эстрадного коллектива и под влиянием многократно прослушанных мною французских шансон. И мне захотелось написать нечто в этом духе, таким образом возив в историю, которая называется «Медный таз и сенсация как вод». Я сел однажды в медный таз, без весел и руля, И дыр плыть по дыхаре ногам решился я. Ведь на поробном корабле через пролив по дыхаре никто не был на меня. Я лунный козет, я лунный промок, пропал весь мой порыв. Прости мне, Господи мой, заскок, но пусть я останусь жив. Тот даст на мне, кто я на нем, уж я не помню, кто на ком модель мы выбрали. И вот сенсация на стенку лейтспресса, Первые в мире, в прогрессе без веселки и руля. Представьте себе, он был в тазу, при этом ни в одном глазу сенсация, И в центре я. Я путь продуменный таз за тысячу валет, И теперь продал свой рассказ в тысячу газет. Есть дом в Криппе, банк, счет кругом, подчет, чего еще? На всех концернах мой портрет. Мой ледный таз попал не в таз, на самый последний лист. Под рубрикою их моральный подпись, журналист. Но, несмотря на злой макалёп в Москве, Я ползил, как она была под рубрикой интурист. Турист, мужчин, брось, только одно виски, метный таз. В детдам и ночь, только одно крипсы, метный таз. Вместе в танцует только одно танго, метный таз. Вот самый модный, метный жаз. Но время шло, и шум и сяк, и ванк счет, увы. Семья вранит стописяк, и нету, что и любви. Друзья пьют виски с содовой, и требуют еще давай, Еще на чем-нибудь плыви. Уж я не знаю, как мне быть у всех одно в башке. В танцу теперь не модно плыть, вот если то в шнаке. Хотя игра не стоит слечь, то шлак, ведь можете потечь, Попробуй на ночном горчке. И вот сенсация на стену, лезет пресса, Первые в мире, где репрогресса, давайте сюда кино. И я плыву, как визирот, и под дамы мой горшок плывет, И мы вот-вот пойдем на дно. И мы вот-вот пойдем на дно. И мы вот-вот пойдем пошли. И мы, конечно, почувствуем, что еще одним принципом этой программы является Давно не петая песня. Я давно очень всего этого не пел. Вот сейчас я спою еще одну. Но, пожалуй, эту песню можно отнести к серии сюжетных песенок, хотя, может быть, не так ясно, как в первые две. Эту песенку в свое время чрезвычайно любил Петр Новымович Фоменков. Не знаю, любит ли он ее и по сей день. Наверное, потому что время-то время, когда встречаемся, он просит спеть. Не знаю, здесь ли он, среди нас, хочется, вспоминая Тараса Бульбу, крикнуть. Батько, слышишь ли ты? Значит, он слышал, раздалось в тишине. Но в нашей месте в тишине, по-моему, ничего не раздалось. Здесь он. Здесь он. Замечательно. Так вот, я и спою песню, которую, по-моему, нравится до сих пор. По-моему, это все-таки песня действительно сюжетная. Хотя она собой представляет монолог молодого капитана, который ведет торговое судно в широтах, где часто появляется пират по имени Роберт Смит. Свистит посад, без зайцев идут, хнулся вдаль в бушбринт. Я не звалю на Марсе, где часто ходит Смит. На всех морях, во всех портах, на этих берегах проклятый Роберт Смит наводит страх. Ну так и есть, есть звон, вот на горизонте есть флаги. Я узнаю, это Смит, гроза, морей. Свистит наверх, команду канониры, приготовиться к контр-атаке. Снаряды не жалей, портами жалей. Смелей, черт, пересмелей, черт, пересмелей. А может быть, а может быть, в далекие края Идет простой торговость, такой же, как и я. Но если так, но если так, но если это так, Тогда не выйдет Смит на полубах. Ну так и есть, есть звон, вот он сам стоит на полубах. Я узнаю, это Смит, гроза, морей. Свистит наверх, команду канониры, приятницы в отратаке. Снарядов не жалей, портами жалей. Смелей, черт, пересмелей, черт, пересмелей. О, Боже мой, о, Боже мой, прошу лишь одного, Чтоб первый мой бренд спутит, вклюет камеру его. О, Боже мой, ну сделай так, ну сделай, Боже, так, Чтоб он своей рукой в бой не потух, так. Так и есть, есть звон, вот он, поддаёт другое встанье. Я узнаю, это Смит, гроза, морей. Свистит наверх, команду канониры, приятницы в отратаке. В отратаке, в отратаке. В отратаке. Это, конечно же, называется мой театр. То я не могу не сказать два слова о том, как этот театр появился. Он появился, благодаря нашему совместному обучению с Петром Наумовичем Фоменко в нашем благословенном педагогическом ВУЗе. И именно благодаря Петру Наумовичу и его роскошному предложению, которое сделала у меня в 68-м году, я посочнил свои первые песни для театра. Можно сказать, я сам себе пошил ту шинель, из которой потом удышим. В этом шинелье я сейчас попробую и спеть, так сказать, отдельные фрагменты. Рукава, обшлага и несколько пуговиц. Разумеется, для начала театральный пролог. Госпес, вообще я его не пела. ПЕСНЯ 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 Это пролог театра. Теперь, следовательно, покажем еще. Арию. Для красного словца, конечно, мне надо было бы сказать, что эту арию обожает моя родная сестра. Но это было бы такой дикой и правдой, что это, друзья. Есть там персонаж, которого зовут Олия. Я ненавижу брата, я ненавижу его. И в этом семья виновата, и в этом семья виновата. Зачем не родили когда-то меня одного? Я не злотей, не демон, зла не хочу никому. Но нет мне ни сна, ни покою. Зачем он мне послан судьбою? Зачем он, зачем он, зачем он, зачем он, зачем он? К чему? Прости, великый Боже мой грех, мой друг и нрав. Быть может, брат не виноват, причем быть мог уже. Он прав, а я не прав. Но как мне удержаться от гнева моего? Если это свято так странно, я ненавижу его. И не из-за наследства, и не из-за богатства, и не из-за превосходства или благородства. Я ненавижу сердство. И знаю, и знаю, и знаю, и знаю, и о чему. И знаю, и знаю, и знаю, о чему. Спасибо. Сейчас она возвращена к жизни силами Андрея Александровича Гончарова, насколько мне известно. А вот 15-го полуца марта, я, кажется, я непременно туда пойду. Если все будет хорошо, обязательно посмотрю эти листья. Потому что очень много замечательных страниц биографии, не только по ней, связанных с этим произведением, по-моему, с работой над ним. Представляете, такой роскошный заказ, сочините «Вокальные мира Криси Шекспира». И это был мой самый первый театральный заказ. Велика была ответственность. А особенно, когда дело дошло до шута. Там действуют, на самом деле, два шута. Один шут драматический, а другой трагический, скажем так. Одного образовалось просто шутом. Мы его потом придумали или вили, или вили. А другой шут был Жан Милохова. Ну да ладно. И вот для шута Шекспира придумать что-нибудь. Несколько, как бы так покривив, несколько, не то что покривив душой, а несколько, вольно обойдясь с античной историей, я сочинял. Совсем не всему и горло я приплел Сократу в этот монолог. Тщательный анализ показал, что я совершенно неправильно его приплел, но по искусству потребовалось, пусть стоит Сократ на этом месте. Для монолога шута он категорически необходим. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Да-да-да-да, да-да-да. Что-то было еще написано, несколько песен. Вот что мы с научим любим петь хор. Хотя это монолог. Шут у нас там в песне, его играл омц Гриша Ляньков. Был человек на возрасте. И вот он оказался в изгрании в лесу и влюбился в молоденькую пастушку. Это его одновременно радует и тревожит, потому что, кажется, уж слишком ей по возрасту не пахнет. Тем более, что молодые наглецы вокруг прямо ему указывают на значительную радость в возрасте. И вот, упавши на эту тему духом, запел он такие слова. Идут, идут, идут года на убыль, надежда нашим вопреки. И сохнет лист, и стреет уголь, и сякнут речки, ручеки. Живи, мой друг, без страсти и без гнева. Одна судьба нам предстоит. Устанет плоть, увянет дело. Где стол язвь, там гроб стоит. Наш первый шаг, есть первый шаг к могиле. Уж не вернешь, цветущих прежних лет мы к одному плывем. Куда б ни были, все суета, сует. Что жил, что нет, не вернешь. Как-то несколько повечнев, вместе с хором краснознабел Александр. Наш первый шаг, есть первый шаг к могиле. Уж не вернешь, цветущих прежних лет мы к одному плывем. Куда б ни были, все суета, сует. Тут слушал, что нет. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Наш первый шаг, — и так далее. Знаешь, что... Давайте всю школу! Причем без красновенных вон не знаю. Захотелось, чтобы подпела. Вот видишь такой, вот монолог исполнен даже некоторой философией, скажем так, если приглянется. Вот совсем для меня неожиданная задача была сочинить что-нибудь лирическое. Там все-таки главная действующая сокрасавица Розовинда, ее тогда играла Ольга Яковлева, ее нарядили роскошные, роскошные костюмы по роскошным художникам, Коля Эбров, Саша Левиканов. Господи, как она была прекрасна, Ольга Михайловна, как в этой роли, как она носилась по этому огромному древу, заполнившему всю сцену снизу дольфа и слева направо. И она по всем диагоналиям, к язычкам бегала, как лань, где-то лань может бегать по деревьям. И это было очень красиво. Правда, единственное, что Ольга Михайловна была плохо с вокалом, и поэтому ее за кулисами одновременно озвучила какая-то голосистая дама. Но именно вот для этой Розовинды была написана ария, который я сочинял, руководствуясь некоторым, как бы сказать, подсказью тоже старинного институтского друга Юра Вякшинца, который рассказал одна же такую историю. Некий грузинский поэт, чью песню Юра взялся переводить, сказал ему «Пиши, что хочешь». Главное, чтобы было много гласных звуков, и в конце было «А-а-а-а». В каждой странице, чтобы каждой странице опять «А-а-а-а-а». Или «Э-э-э». Открытый, гласный звук. А так, пиши, что хочешь. Все равно прибыль любовь. Я тоже пошел по этому пути и больше заботился о изобилии и гласных звуках. Розовинда прибежала в этот лес, она в мужском платье. Многие ее принимают за молодого человека, за юношу. Некоторые даже влюбляются в ее юношу. И вокруг нее заботится такая любовная фантасмагория, такой любовный карнавал. Все влюбляется в нее и вдруг в друга, и в растениях животных, и между собой. И вот она поет как бы эту песню о всеобщем, в ней своей, в том числе. И вот она поет как бы эту песню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Билли, Билли, Джон, подобрал подковы, Это значит, что нашел удачу. Билли, Билли, Джон, не лови ворон, Ты прибей свою подкову над порогом, Будь же богатым, Билли, будешь женатым, Билли, Перестанешь шляться по дорогам, Перестанешь шляться по дорогам, Джон. А вот и стал богатым, Билли, Билли, Джон, Кадиллак стоит в конюшне его, А вот и стал женатым, Билли, Билли, Джон, И его малютка в зене и коллапит каждый пень, Билли, Билли, Джон, крутит граммофон. От душа его в печали и тревоги, Что ж такое, Билли, что ж с тобою, Билли, Ты опять мечтаешь о дороге, Ты опять мечтаешь о дороге, Джон. И однажды ночью, Билли, Билли, Джон, Оседлал коня и выехал он, И пошел, поехал, Билли, Билли, Джон, Ехал, ехал, плелся, плелся, Вдруг вспомнился и уперся. И не билли, Джон, Кой твой захромал, Он скакать не может по степным дорогам, Где же подкова, Билли, Где же подкова, Билли, Она прибита над порогом, Джон, Она прибита над порогом, Джон. Она прибита над порогом, Билли, Она прибита над порогом, Джон. По ассоциации «Чисто внешне» я спою еще одну историю, еще некоторый анекдот. «Чисто внешне» ассоциация только потому, что там речь пойдет о лошаде. Есть у тебя такая история, которая называется «Лошадь за углом». Возникла она прямо под эпиграфом «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи и песни, и поэмы, и прядая стыда?» Хотя училась ссора. Было действительно событие в моей жизни. Когда учился я в нашем благословенном меде, через двор в благословенном меде училась моя сестра, которая однажды меня пригласила на некоторое зрелище. Демонстрировали разного рода умолюшение перед студентами. Грубо говоря, псих. И вот были там три экземпляра, и вот он очень запомнился первый. Это был случай старческого маразма и одновременно зацикленности на какой-то мысли. Был такой невзрачный старичишка, бывший подседатель которого из подмосковного колхоза, который вот лечился здесь, в московской клинике, от этих своих психических недугов. Зациклился он на мысли, что лошадь ушла. Лошадь ушла, но вот здесь идет она за углом, скоро ее приведут, и все будет в порядке. Вывел этот, значит, образец на сцену профессор, усадил в кресло и стал задавать ему вопросы. Надеюсь, что он и на вопросах тоже покажет свой идиотизм. Однако старичок очень складно, с усилием, вяло, но складно абсолютно по тексту, грамотно ответил на каждый свой вопрос в том, какое сегодняшнее число и какое время дня. Все он проответил, и студенты уже стали подбирать ручки, думая, что профессор на их глазах провалился. Профессор сказал, ну а лошадь-то где? В разрез всем вопросам. И старик, покорный своему недугу, ответил, лошадь здесь за углом, сейчас Митька ее приведет. Этот случай засел в память, что он пропал и вдруг опять возник для того, чтобы воплотиться году в 83-м. Это, наверное, существенно подчеркнуть. Я должен воплотиться в следующую историю. Я как-то видел психа, он был помешан тихо, но очень странной мысль, что лошадь за углом. Нет, так-то он нормальный был, газеты чел, супругу чтил, но убежденно говорил, что лошадь за углом. Лошадь за углом. И вот об этом случае в компании и друзей поведу я при случае, чтобы было веселее. Друзья переглянулись, а в чем же они глупы? Лошадь вон на улице налево отваливаются. Я несколько опешил, перевинял сюжет. Лимонов полгодолевшего, зато картошки нет. И водка все дороже, и толку мало в чем. И лошадь, а что лошадь, налево за углом, был как походкой шаткой. Я выбрался от них. И за угол украдкаю. Там пусто, я не псих. Я к доктору-спасителю. Такая полфигня. А вот так-так не видели. Средь белой дня не видели. Все видели, вы не видели. И смотрят на меня. Я улыбнул скриненько, простить, пошутил. И мог из поликолитники. И всю неделю пил. Но с кем-то не кутил я. Мне каждый говорит. Да лазь тебе кобыла. Да пусть себе стоит. И я поплелся к местному чудному чудаку. Ну и под экстра-экспортную. Все так и на духу. А, говорит мой Нилый. Вы вон, говорит, о чем? Нет никакой кобылы. Ни за каким углом. Но, знаете, не трожьте. Не лазьте за углы. Пускай уж лучше лошади, чем горные орлы. Аплодисменты. И, по-моему, в том же 83-м, если ли, может быть, чуть-чуть позже, но, может быть, в 84-м. Сочинила еще одну тоже абсурдную историю. Прибежали босиком, в обгороде врыли кул, Три-четыре прицепили для вращения кругом. Двух слонов, двух лошадок, Двух жирафов, двух гусей Усмотрели все в порядке и пустили в карусель. Заскрипели древеса, за два нового колеса И почти не побежали, побежали с конца. Два слона, две лошадки, две жирафы, два гуся. Через грядки, без оглядки, глазом вопали косяк. А хозяин с бородой, ай, смотри, народ честной, Ох, людовина какая, чай, не видели такой. Гусей, лошадки, две жирафы, два слона, И все прямо без оглядки, но при этом никуда. Собралось сто детей посмотреть на карусель, Поглядели, попгалдели, да и сели на гусей, На слонов, на жирафов, на лошадок и коней. Покатались, испугались, и домой пошли с колей. А хозяин, сукин сын, а я чхал на вашу лтын, А не хотите, как хотите, а покатаюсь, и один. А на слоне, на жирафе, или бы челюсть, А да, ох, хреновина какая, больше нет ни у кого. В обгород сержант пришел и составил протокол, И согласно протоколу взял и вымаратил кол. Гуси в пруд, кори в поле, где жирафы сразу в лес. А слоны махнули в Индию Гором Белорезь. Гором Белорезь. Спасибо.